Опять дайте мне, пожалуйста, обратную связь, кто новенький тут подтянулся, как меня видно, точнее, как меня слышно, к сожалению, не видно, но как меня слышно. Замечательно, прекрасно, все, значит, могу начинать. Друзья, я рада вас приветствовать на сегодняшнем вечернем вебинаре. Сегодня у нас будет очень такая интересная тема, называется личный бренд, как метод пассивного рекрутирования. Вообще, когда человек начинает заниматься сетевым бизнесом, он задумывается, то есть, что такое личный бренд, что это вообще такое, для чего он нужен, для чего необходим, как вообще раскрутиться. Сегодня мы с вами разберем, для чего нужен личный бренд и как он может повлиять на рекрутирование, то есть, на привлечение нашей целевой аудитории. Но для начала давайте с вами разберемся, что же такое просто слово бренд. Бренд – это клеймо от английского, комплекс представлений, ассоциации, эмоции, ценностных характеристик, продукты, услуги, сознание потребителя, ментальная оболочка продукта или услуги. Бренд является абстрактным названием. Ну и для кого не секрет, да, то, что сейчас на рынке очень много различных компаний, которые себя очень здорово зарекомендовали на рынке. Например, если вот вы видите название любой компании, да, представленное здесь на картинке, то вы можете сразу сказать, да, у вас уже возникают какие-то представления, ассоциации. Например, Coca-Cola, да, напиток, напиток, который известен уже около 150 лет. Например, Google, да, сразу вот вы представили, вот видите слово Google, сразу понятно, что это поисковик и так далее, да, Nokia, Motorola, все что угодно, вот даже вот кино, музыка, соцсети, различные виды продуктов, да, вот, ну, Canon, Audi, ну, абсолютно, абсолютно совсем есть ассоциация. Итак, это все бренды. Ну, что же такое личный бренд, да, что, почему мы сегодня затронули именно такую тему? Личный бренд, здесь есть несколько понятий, даже не понятий, а характеристик, что характеризует вас как личный бренд. Это то, что, во-первых, это то, что люди думают о вас, да, вот, то есть до входа в наш проект, да, вокруг вашего окружения уже сложилось, у вашего окружения сложилось мнение о вас. То есть те люди, которые вас знают очень хорошо, да, ваши друзья, близкие, знакомые, они уже вас знают как человека, то есть, да, на что вы способны, что у вас лучше получается, что не получается, ваше стремление, ваши цели. То есть эти люди, они уже с вами, вот, ну, проводят какие-то вот ассоциации, да, то есть, например, говорят, что вот, например, Ирина, да, какая она, все понятно, а, ты про эту Ирину говорила? Ну, ясно. Далее, это тот образ, который вы нарисовали в сознании вот других людей по отношению к себе, да, то, о чем я говорила. Он уже есть у каждого из нас, это совершенно верно, то есть каждый человек, он абсолютно уникален, да, не говоря вот о том, что он пришел в какую-то сферу, он просто рождает, обучается, да, школа, институт, работа, да, вот он меняется человек, у него меняется мировоззрение, то есть этот бренд, он есть у каждого человека. Бренд нужно развивать осознанно, бренд должен быть продающим, да, совершенно верно, когда дело касается бизнеса в сети, тут нужно действительно идти осознанно, то есть, когда у вас личный бренд среди вот вашего окружения, да, вы его делаете спонтанно, то есть, все зависит от ваших стараний, да, от ваших предпочтений, что вы любите, что вы смотрите, что вы читаете. Бренд в соцсети и по работе, это то, что нужно развивать осознанно. Развивать нужно управляемый бренд, тот, которым управляете вы сами, и нужно осознанно, обдуманно транслировать в интернете на своих страничках информацию, да, совершенно верно, нужно очень грамотно, очень внимательно подходить, что вы транслируете на своих страничках, если вы хотите свой бренд распространить. Вы должны помнить, что единственное, что уникально в мире, это вы, вы как личный. Вы как человек, вы как эксперт в своей сфере, вы как профессионал, то есть, вы должны смотреться с той позиции, когда вы создаете, да, свою страничку для того, чтобы, когда вы создаете свой бренд, что вы определенная личность, правильно, то есть, у вас уже заложен какой-то потенциал, какая-то информация, то есть, вы чего-то вот уже, вы уже достигли. Вы как человек, правильно, тоже, вот очень важно, вот какой вы человек, да, какие у вас эмоции, какую энергетику вы дарите людям, и вы как эксперт в своей сфере, как профессионал, то есть, вы должны знать на своей странице, что вы профессионал своего дела, да, то есть, вы обучились, и вы уже в этом профи, и можете обучить этому других людей. Человек, который, думая, присоединяется к вашей команде, для него есть три важных критерия, то есть, люди, которые видят вашу страничку, да, в соцсетях, они, когда ее смотрят, и когда вы создаете свой бренд, у них есть несколько, вот, три важных критерия. Первое – это вере как к человеку, то есть, когда вот человек заходит на вашу страничку, он должен посмотреть на нее и понять, что, да, ну, вот к этому человеку, например, вот он меня располагает, да, вот что-то в нем есть такое, что вот меня к нему располагает. Далее – это доверие как к эксперту, то есть, человек видит то, что ваши заслуги, да, какие-то, или то, что вы к чему-то стремитесь, какая-то информация, то есть, он видит, что вы эксперт в своем деле, и что вы можете его чему-то научить, действительно научить тому, чего хочет научиться, да, чего он хочет достичь. И третий критерий – действительно ли ваша слуга отвечает 100% его потребностям и могут решить его проблемы. То есть, человек может зайти к вам на страничку, да, и ему может два критерия понравиться, да, вы как человек, как эксперт, но, например, его не интересует ваше предложение, да, вот вы должны еще развить такую способность, чтобы вы могли как-то человека заинтересовать. Но наш проект чем интересен? Интересен тем, что деньги нужны всем, правильно? Каждый проект, я думаю, даже если не каждый, он хочет заработать деньги, хочет быть независимым, значит, я этого очень хочу. Для этого, да, и для этого нужно, чтобы люди видели, что вы можете решить их проблем в спецсвое деле. Далее, персональный бренд на сегодняшний день – это единственный способ отбегать ваш бизнес. Да, друзья, когда человек видит, что вы очень мощный человек, да, у вас мощная энергетика, что идете сквозь проблемы, да, то есть вы решаете проблемы, вы не бежите от них, вы их решаете. То есть эти люди, они готовы идти за вами, готовы и готовы обучаться таким же качествам, которые есть у вас. Может, эти качества, они, я сомневаюсь, да, что они, ну, конечно, бывают у некоторых людей, но в большинстве случаев эти качества нужно вырабатывать. И далее посредством доверия вашей целевой аудитории ваш бизнес будет расти и развиваться. То есть вы с людьми налаживаете контакт, но в первую очередь, например, вы должны с ними наладить контакт, не думая о том, что вот у меня будет какая-то выгода, да, ты тот человек, вот вы сразу зарегистрировали и думаете, у меня выгода. Нет, вы должны с этим человеком связаться, вы должны с ним поговорить, узнать его, да, вообще интересно ли ему сама вот эта система, да, то есть ему будет в удовольствие заниматься именно организацией этой работы, да, а так вот просто, я считаю это просто бессмысленно. Далее, персональный раскрученный продающий бренд выводит вас на тот уровень, когда вы уже меньше будете тратить время на рекрутинг, потому что люди сами будут находить вас и не занимаются такими темами, как работа с возражениями, так как люди будут уже заинтересованы вашим предложением. Единственное, у них просто есть уточняющие вопросы. Да, действительно, вот когда люди начинают писать вам первыми, то есть когда вы свой бренд раскручиваете, да, вы делаете какие-то действия, о которых я потом позже расскажу, да, люди начинают писать вам сами, то есть вы не сталкиваетесь с проблемой, как возражение, да, человек просто заинтересован, видит вашу страничку, увидите, что вы активный человек, да, что вы чем-то интересным занимаетесь, это интересное дело еще приносит вам доход, и вы готовы поделиться этим знанием, да, вы готовы этого человека обучить, включить свою команду, что вы ждете его такого же активного, да, и он думает, а почему бы я, да, этот человек смог, почему я не могу этого сделать. И единственное, что у него просто есть уточняющий вопрос, да, наша задача просто ответить, да, дать человеку информацию, что его интересует. Что нужно для вашего бренда? Ну, во-первых, первое, это фото. Вас должны знать в лицо, то есть человек, у него возникает больше доверия, да, то, что вот он видит человека, видит его конкурс. Фотографию, какую он действительно живую, правильно? То есть, например, если я увижу на аватарке у человека, например, там, котенка, да, или еще что-нибудь такое, затемненное сильно фото, что не видно, не легко понять, что это вообще, что это за человек такой, да, у меня к нему меньше доверия, мне, ну, я обойду его стороной, подумаю, наверное, он не связывается, да. Вот, но когда я вижу вот человека на фотографии, да, то я сразу, у меня уже есть ассоциация, что этот человек настроен серьезно. Так, далее. Вот, например, Ницца. У меня есть фотография, да, моя личная фотография. Я хочу вам показать сейчас на примере, как вообще я пытаюсь раскрутить свой бренд. Ну, во-первых, у меня есть статус, то, что я набираю, да, то есть человек, когда заходит ко мне на страницу, он уже сразу видит, что я заинтересована в том, чтобы найти активных людей, да, и причем я вот готова найти людей, которые, у которых есть вот три часа времени в день. А если его это предложение устраивает, он может написать личное сообщение. Я ставлю город, в котором я живу, да, то есть тоже, я считаю, это немаловарно. Место работы я ставлю бизнес-модель 21 века. Да, вот, друзья, я решила поставить, я смотрю, вот, очень многие инженеры, да, практически все, кого я знаю, кто добавлялся ко мне, друзья, кого я добавляю, они ставят место работы бизнес-модель 21 века. Да, я считаю, что я здесь работаю. Совершенно верно, да, потому что я здесь работаю. Надо показать людям, да, что вот мое место работы именно такое. Далее я могу добавить, например, в основную информацию своих родственников, например, вот у меня есть брат. Далее я оставляю свою конформацию. Я записала два моих мобильных телефона, чтобы, так как у меня телефон на две сим-карты, чтобы люди могли, ну, позвонить или написать мне, куда им будет удобно, если, например, они, ну, из Краснодарского края, да. Далее карьеру указала образование обязательно, тоже я считаю нужным указать образование, хотя я не считаю, что образование как-то влияет, да, точнее, оно вообще не влияет на развитие именно в нашем бизнесе, так как он у меня есть, да, и вот этого никуда не денется, поэтому я его указала, указывала. Далее второе. Каждый день вы должны делать новые посты, например, два-три раза в день, у кого как получается. Вот, смотрите, у меня есть пост, самый первый пост, вот закрепленная моя запись, это объявление о том, что я ищу партнеров в бизнесе, да, прежде всего я ищу не удаленных там работников, да, и не менеджеров, я ищу именно партнеров. Я так и пишу, что я ищу активных людей, которые готовы точно так же, как и я, зарабатывать, хотеть зарабатывать деньги, хотеть зарабатывать, строить команду, вот, и получать на это, соответственно, вознаграждение. И у меня есть видео-поглашение Эдуарда Васильева, оно мне кажется очень выигрышным, потому что этот человек, он свое видео, например, не записал, да, у меня нет такой возможности пока этого сделать. И, а Эдуард, он уже вот много времени в этом бизнесе, он уже сложившийся лидер, который уже премии, да, признание, я считаю, что его вот харизма, она вот более точно передает всю суть проектов, которые я хочу пригласить человека. И вот пока я не записала свое видео, я пользуюсь видео Эдуарда Васильева. Далее я еще состою в такой группе, это я пока рассказываю про свою основную страницу. Я состою в группе «Мизнес-модель 21 века». Да, друзья, у нас в ВКонтакте много таких групп, и там очень много информации о наших коллегах по работе, то есть каких из них они достигли. Например, если я пока еще особо сильно не втянулась в проект, да, еще не всех людей знаю, то как же, да, мне о нем рассказывать, об этом проекте. Я захожу в эту группу, вижу, что там всяких постов о том, что там столько людей, да, вот добились результатов, даже среди них нахожу наших наставников и людей, с которыми я знакома. И я не делаю репут, а делаю, я копирую, например, текст, да, что-то добавляю свое, что если что-то мне не нравится, да, например, что-то удаляю, вот, загружаю фотографии и выкладываю это вот со своего поста, да, то есть это я сделала такой пост. Друзья, мне кажется, мне кажется, я считаю, что это более выгодно, потому что люди видят, что вы развиваетесь, да, то есть у вас что-то интересное происходит в вашей команде. Им интересно, и они начинают вам писать. Далее, вот я еще размещаю, сиропально разместила такой пост тоже с этой группой, то, что вот бизнес-модель – это самая благородная, благодарная и справедливая система. Но если так оно и есть, почему я не могу этим поделиться, правильно? Почему я не могу этим поделиться? Еще есть такая система, то, что вы ставите хэштеги, да, вот, например, бриллиантовая команда, «Все только начинается», «Бизнес-модель 21 века», и я еще стала пользоваться такой хэштег, как вот свое имя, Ирина Срабионова, да, то есть сразу, когда вот в поисковике ищутся, именно вот еще такая информация. Это вот спасибо Любови Хованской, да, спасибо. Это вот самый первый вебинар, я тоже сделала пост, да, вот сегодня провела свой первый вебинар по продукции, вот, и выложила скрин тоже, да, то есть я активная, и люди видят, что я чем-то интересным занимаюсь. Кстати, после того, как я выложила очень много моих однокрупников, так как я учусь в университете, они интересовались, да, то, что я вот провожу еще какие-то интересные вебинары, они вот, ну, приглашаю периодически, когда у них есть время, вот, чтобы они смотрели, как я вообще, что вообще, чем я занимаюсь, да, вот, тоже очень интересно. Далее, третья, тема «Семья и бизнес». Смотрите, вот, если на вашей страничке постоянно будут посты о работе, ну, согласитесь, это будет немножко скучновато, да, вот, постоянно работа, работа, такое чувство, что ваша страница, она не живая. То есть вы, как работник, может быть, вы прекрасны, да, вы там развиваетесь, пытаетесь строить, например, как человек, а вас, ну, вот, немного известно, да, чем, что вы вообще любите, да, вот, ну, какой вы. Вот, поэтому лучше пиарить, вот, ну, идти, как сказать, ну, параллельно, то есть пост, например, о семье, да, или если у вас пока, например, нет семьи, так как я живу, ну, как удаленно, да, вот от родителей, да, в моих родных, кто, вот, например, просто с друзьями, да, чем-нибудь, ну, там, вышли на прогулку, там, на пробежку, на роликах катаемся, тоже можно выложить фотографии. У меня тоже есть такие фотографии, просто я еще их, ну, не успела, вот, так как, чтобы показать, что вы все-таки активный человек, и что помимо работы у вас еще тоже много чего интересного в жизни происходит. Вот, ну, и бизнес, соответственно, то, что я вам говорила ранее, и посты можно делать, только позитив, друзья, старайтесь, чтобы на вашей страничке был только позитив, потому что в нашей мире, да, в нашей стране, вообще у нас в жизни очень много происходит таких вот грустных моментов, да, там, где-то война происходит, не знаю, там, кризис, СНЦ, там, все на свете, да, цены, зарплату урезают, цены повышаются, ну, очень много негатива происходит, и, ну, мне кажется, когда человек, вот, заходит на мою страничку, хочу, чтобы у него сложилось хорошее впечатление, да, чтобы у него, может быть, даже настроение как-то поднялось, да, что, вот, ну, все не так плохо, все прекрасно, и вы стараетесь вот этим вот позитивом заряжать абсолютно. Вот, также нет лишней информации на странице. Друзья, если у вас, например, есть фотографии, да, где вы там, например, ну, в клубе, да, ну, например, фотографии, которые, ну, как объяснить, ну, вы там где-то, я не знаю, там, в трусах, где-то там на кухне стоите, да, или еще что-то, и вы не хотите удалять эти фотографии, то лучше вы сделайте так, чтобы, там, в приватных настройках можно сделать так, чтобы эти фотографии были видны, например, только вам или определенным людям, да, если вы не хотите их удалять. Вот, можете сделать так. Вот, просто для работы, для вашего бренда не обязательно, чтобы люди знали прямо вас все, все ваши подробности, вы вообще прям любите. Пусть, вот, вы знаете, вот, например, вот, хорошие ваши стороны по работе, по семье, по бизнесу, вот так вот, сильно лично, я считаю, что лучше не выкладывать. Далее, шестое. Нужна необходимость проведения вебинаров. То есть, вот, как мы обучаемся в системе. Да, одеялом, Александр, согласна. То есть, мы обучаемся. Мы сначала обучаемся, да, люди нам показывают вебинары, рассказывают, нам дают информацию на этих вебинарах. И для того, чтобы запомнить информацию, а не просто так послушать, и все, да, я, типа, все понял, все замечательно. Вы должны еще сами стараться проводить эти вебинары. Друзья, я прекрасно понимаю, что на первый раз это может показаться, да, например, сложным. Я помню первый раз, я безумно волновалась, любовь не даст соврать. Это действительно, да, вот, аудитория тебя слушает. Вроде бы, когда ты слушаешь человека, думаешь, да, что там сложного, но он рассказывает и рассказывает, да, просто показывает презентацию, что там сложного. Ну, люди тебя видят, это ощущение, люди тебя видят, вот это вот ощущение. Мне самой приятно, когда люди меня видят, да, вживую. Но сегодня, к сожалению, не получилось так сделать по техническим причинам. Но все равно это не передать, да, вначале страшно, но потом это интересно, да, ты вот начинаешь выговариваться, у вас реальность будет совсем другой, вы становитесь увереннее в себе. И что самое главное, вы, когда вы начинаете давать, проводить презентацию, да, проводить вебинар, вы информацию усваиваете лучше. То есть вызовте ее еще лучше, чем когда вам человек рассказывал, когда вы готовитесь еще, тем более, к этому вебинару. У вас уже, понимаете, идет запоминание, то есть вы уже все знаете на зубу. И с каждым разом этот навык, он все лучше получается. И тогда вы уже сами смотрите и думаете, господи, да как я раньше мог такое вообще боряться делать, это вот расплюнуть просто. Далее, друзья, еще должна быть раскрутка вашего ютуб-канала. Я до вступления в проект, ну, на ютубе, наверное, как и многие люди, да, смотрела видео, видеоролики различные, все, ну, чтобы сама там зарегистрироваться на ютубе, да, чтобы самой там какие-то ролики сдавать или выкладывать видео, ну, не было у меня такого как-то, не то чтобы желания, ну, наверное, возможности, даже идеи. Друзья, с этим проектом я зарегистрировалась на ютубе, и я постепенно их раскручиваю. То есть все вебинары, которые провожу я, или вебинары, которые мне понравились, я их скачиваю и выкладываю себе на ютуб, делаю специальные как-то папки, да, у меня в каждой папке по несколько видео, чтобы я знала, что куда, да. Например, если я человека обучаю, чтобы не копалось где-то, да, там в ссылках, я зашла к себе на ютуб-канал, посмотрела, выбрала видео, сделала папку и отправила человеку, чтобы быстро и понятно, и четко ему все было доступно. Вот, вы впоследствии, когда уже втянетесь в этот проект, тоже вот будете этим заниматься. Поверьте, это очень интересно, это очень круто. Что хочу сказать, то, что Москва не сразу строилась, то, что вы постепенно будете раскручивать это дело. Какие у меня советы для новичков? Я понимаю, что сегодня есть у нас новички, да, на сегодняшнем вебинаре, или люди, которые еще не зарегистрировались. Ну, вообще, какие советы я хотела вам дать? Первое, личный бренд – это пассивный метод рекомендации. Крайне неправильно оформить страничку, сидеть и ждать. Совершенно верно. То есть, помимо того, что вы занимаетесь личным брендом для того, чтобы его создать, вы должны не просто приложить усилия, да, создать этот бренд и, ну, сесть, сложа лапки, да, ну, все, я создала страничку, у меня вроде бы все замечательно, я сижу, когда люди сами начнут мне писать. Нет, друзья, так не пойдет. Вы должны этих людей искать, потому что они, эти люди, они тоже, не знаю, они тоже ищут вас, да, но как они, стольких людей, среди стольких сетевиков, среди стольких объявлений найдут именно вас. Поэтому вы должны найти метод, метод крутирования, который будет вам наиболее приедать. Я надеюсь, что мы с вами вам говорили уже, да, какие есть методы, то есть соцсети, различные доски объявлений, это может быть теплый рынок, да, оффлайн, то есть вы со знакомыми общаетесь. Это все очень круто, у нас на каждую неделю проходят такие обучающие вебинары, то есть как, например, рекрутировать на рынке, да. Вот я сейчас, например, активно занимаюсь холодным рынком, и в дальнейшем это заняться теплым рынком, да, то есть я все прорабатываю, оттачиваю свое мастерство, чтобы лучше предложить, то есть я поняла возможности проекта, да, я теперь хочу поделиться как кладом с этими возможностями, с другими людьми, чтобы они тоже что-то для себя открыли, и чтобы, если у них жила так, то они смогли себя реализовать. Вот для меня вот это цель, чтобы люди себя реализовали, чтобы они нашли, чтобы у них был доход, чтобы они стали независимыми, если они действительно этого хотят. Друзья, вы должны уделять ежедневное время на раскрутку 5-10 минут, ну согласитесь, 5-10 минут это не так уж и много, на раскрутку собственного бренда, собственного, ничьего, ничьего-то, а собственного бренда, да, то есть вы это делаете в первую очередь во благо себе. Далее, вы должны ярчить, не стесняться, креативить, отличаться, выделяться, да, ну, конечно, не перебарщивать в этих случаях, да, вот все-таки как-то придерживаться определенных рамок, но тем не менее вы должны показать свое, что вы не такой человек, как все, да, вот вы-то знаете, что вы не такой человек, как все, просто вы немного стараетесь вот себя, да, то есть что вы действительно не как все, не прямо кричать это из-за каждого столба, а просто вот показывать, что вот вы чем-то выделяетесь, да, что вот у вас есть отличия, что вы непростой человек, вы интересный человек. И, как я уже говорила ранее, вы стараетесь не репостить, а выкладывать свои мысли. Например, здесь фотография, да, у вас было хорошее настроение, например, вы не по работе, да, вот вы чем-то занимались, у вас был какой-то активный отдых, да, вы, у вас вот мысли, да, на каком-то захотелось этим-то с людьми, поделитесь, поделитесь, выложите эту фотографию, пусть люди видят, что вы благодаря такой работе, да, во-первых, вы можете позволить себе отдых там, где вы хотите отдыхать, и то, что вы активный человек, то есть вас работа не напрягает, да, вы не должны пахать там 8-10 часов в сутки, а потом приходить домой уставший и думать, что у меня все задолбало, я не хочу, да, а люди должны, что вам это нравится, да, в первую очередь, вам должно это нравиться. Какой должна быть наша позиция? Вот моя позиция, пример моей позиции, да, я Ирина Средионова, я предприниматель, я свой онлайн-бизнес, я ищу амбициозных партнеров, чтобы развивать наш бизнес вместе. Нас много, мы все разные, выделяться из толпы, потому что есть конкуренция, нам нужно, чтобы люди выбирали нас. Да, вот, друзья, совершенно верно, даже если вы еще не предприниматель, да, вы не зарегистрировались как индивидуальный предприниматель в нашей компании, то вы все равно можете считаться предпринимателем, потому что вы уже выполняете, да, вот тот функционал, вы уже обучаетесь, вы уже делаете какие-то шаги в этом направлении, то есть вас сам бизнес заинтересовал, и вы этим активно занимаетесь, вы обучаетесь, вы уже ищет принимателем, да. Мне очень нравится эта позиция, потому что, когда люди начинают тебе писать, да, а вы, ну, кто, да, ну, предприниматель, да, предприниматель, ну, и как, да, как написать ему, да, как я предприниматель, если я не зарегистрировал. Друзья, быть увереннее, что вы, если вы в этой системе, если вы уже включились в работу, если вы хотя бы уже начали что-то изучать, обучаться, да, начали активно действовать, то вы уже предприниматель, в нашей команде вы уже предприниматель. И мое напутствие, то что выделяетесь, отличаетесь, создайте собственный образ интернет-предпринимателя. Тоже такое вот мое напутствие вам, то что станьте интересной личностью, тем, что вы оптимистичны, веселы, харизмы, уверены в собственных силах, обладающим чувством юмора. Таких людей уважают, к ним тесняются, и каждый хочет иметь такого человека в друзьях. Друзья, ну согласитесь, это действительно факт. Вот кто хочет иметь такого друга в друзьях, скажите мне, оптимистичного, который всегда поддержит, да, несмотря ни на что. Да, бывают у всех сложности различные, да, ни для кого не секрет. Бывают такие печальные, грустные моменты, всё в жизни бывает. Но этот человек, вот он, несмотря ни на что, вот он продолжает действовать, да, вот у него раз какая-то подножка в жизни произошла, да, два какая-то подножка. Но вот у него есть цель, да, то что я хочу чего-то доказать, да, хочу доказать себе, другим. То, что у меня есть цель в жизни, да, и у меня никакие неприятности не сломят, да, ничто меня не сломит, потому что я вот человек, я добродушный. И понимаете, дело в том, что есть такая особенность, когда вот вы оптимист, да, когда вы весёлый, вы, и когда вы улыбчивый, вы заряжаете этим остальным. Люди тоже вот вам начинают тянуться благодаря этому и становятся такими же, как и вы. Улыбка притягивает улыбка, улыбки, то есть подобное притягивает подобное. И вы должны олицетворять вот как раз людям то, что вы именно так уверен, как человек. И поверьте, когда в нашем проекте, когда вы уже поняли систему, когда вы уже обучаетесь, вы становитесь уверенным в себе, я это на себе прочувствовала, я это на себе знаю, то, что я вот раньше не могла, например, много чего-то вот, ну, как вот, рассказать. Я могла что-то объяснить, да, ну, чтобы вот прямо вот рассказывать что-то, прямо вот из себя, да, что-то вот вытягивать. Но мне это настолько казалось неинтересным, думаю, ну, как такое можно, да. А тут у меня появилась уверенность, да, у меня чётко поставленная речь. То есть я чувствую определённые действия и добиваюсь определённых результатов. Всё, это всё, что от меня требуется. Такое вот, друзья, от меня к вам напутствие. На этом я завершаю вебинар. Если у вас есть ко мне какие-либо вопросы, обязательно их задавайте. Я вас сейчас как раз слушаю и готова ответить на ваши вопросы. Про личный бренд. Спасибо, Любовь. Мне тоже было очень приятно с вами пообщаться. Такая аудитория сегодня. Много таких людей, знаете, которые у нас вот живые, например, да. Спасибо за аплодисменты. Спасибо большое. Спасибо. Так, я так понимаю, вопросов нет. Аликс, есть вопросы? Спасибо всем за обратную связь. Я надеюсь, вам сегодняшний вебинар понравился. Спасибо вам большое. Вот на этом я заканчиваю наш сегодняшний вебинар. Приходите к нам ещё. У нас по будням в 19.30 будет вебинар «Успешность суббота». А в 20.00 тоже различные вебинары по обучению предпринимателей, начинающих. Так что, да, обязательно используйте в Кио. Я надеюсь, что вам этот вебинар был очень полезен, что он вам пригодится в дальнейшем. Я очень старалась перед тем, как его подготовить, поэтому я надеюсь, что он будет вам полезен. Если нет вопросов, тогда вам всего доброго. Желаю, чтобы вы сделали классный свой личный бренд, чтобы у вас всё получилось. И знаете то, что делая, у вас всё получится, всё получится. Пока-пока.